Мужичок, это проверка Анигора на блуд получается. Ты больше, больше? Да, лучше. Да. Я думаю, только сейчас это не скили на нахер. Я взял мастер спорта международного класса. Как вы относитесь к азартным играм? Это сложная тема, я не обладаю достаточными знаниями, чтобы прям четко ответить. Хейтеры тоже нас противные, опасно. Это вроде звуки дьявола у нас, так говорится. Видали, какая интересная гремучая смесь получается? Второй раз руку сломал, прям на заднем дворе. Это был открытый, да, перелом? Вместе я со спицей ходил, они убрали и вместе с гипсом. Главное, не вырвать это. Ну, Вик, привет. А как ты меня узнал? Это не ты, что ли? Я же, ну, специально очки скрытости с усами одел, а ты меня сразу раскрыл, как-то так раскупорил, нифига себе. Ну и смысл тогда в них, блин. Ну ладно, что, работаем, получается. Ага. Итак, наступила весна, и спортивный сезон становится все горячее. Для всех любителей российского футбола и хоккея, мои друзья из букмекерской компании Alimbet запустили крутую акцию под названием «Чемпионский кэшбэк». Теперь, собирая экспрессы на РПЛ, КХЛ и МХЛ, клиенты букмекерской компании могут вернуть до 50% от суммы ставки. Чем больше событий в купоне, тем выше бонус. Переходи по ссылке и получай максимум от российского футбола вместе с Alimbet. С Alimbet делай ставки на матчи российской премьер-лиги по футболу и получай уникальный максимальный кэшбэк до 50%. Максимум ставок на экспресс-события, максимум кэшбэк. Alimbet. Максимум от игры. Всем добра и безопасной, комфортной среды обитания. Прежде всего, собственно, что? Ну, превьюшка, название, все понятно. На самом деле, очень прикольно, потому что, когда пацаны, это, короче, пацаны притащили этого гостя, они говорят, к нам едет Анизоро. И я такой, воу, сразу вспомнил, короче, этого Чехов или Гоголь, кто написал Ревизоро. Гоголь, по-моему, да? Я аж не специалист. Я немножко не помню, мог запамятовать, поэтому напишите, пожалуйста, кто написал Ревизоро. Собственно, что, к нам приехал Анизоро. К моему не то чтобы большому стыду, но так получилось, что я не особо знаком с творчеством данного человека. Все, что я о нем знаю, это то, что это анимешник. Его еще называют самым сильным анимешником, его еще называют самым популярным анимешником. Но при всем при этом он еще и чеченец. Для меня это довольно ядерная смесь, то есть это, ну, это нетипичная. То есть много ли вы знаете чеченцев анимешников, потому что, насколько я знаю, до недавних пор аниме подавалось гонениям. То есть, ну, многие люди как-то негативно к нему высказывались, относились и до сих пор такие встречаются. И мне интересно, как с этим дела обстоят в Чечне. Мы зададим ему вопросы, собственно, познакомимся, протестируем традиционно. Как будем тестировать, я вам покажу чуточку позже. Но, в принципе, я думаю, можно и начинать, чтобы долго не разглагольствовать. Так это что, проверка на блог? Да, мужичок, это проверка Анигора на блог получается. Вот, собственно, у нас будет, ну, пойдем покажу, что у нас будет. Собственно, рассказываю, у нас получается 5 заданий. Выполняются они следующим образом и выглядят вот так вот. Динамомиметрия, то есть мы проверяем силу сжатия. Традиционно это 200-мм гвоздь, который нужно максимально быстро сломать. То есть наматываются вот такие обаятельные тряпочки с кожей жопы дракона из блудшопа. И нужно осуществить разлом гвоздя. Время фиксируется. Следующее, третье задание это острая еда. Обычно мы задаем там блок острых вопросов. Посмотрим, что в этот раз у нас с этим получится. Далее у нас карты. То есть задача порвать наибольшее количество карт за наименьшее время. Количество карт и время фиксируется. И, 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 нарды шахматы в гостенью. Если вы смотрите проверку на блуд, вы знаете, что это. Вот, в принципе, как-то так. Все стандартизировано. Можно начинать. Привет, представьте. Так, меня зовут Халид. Всем ассаламу алейкум. Привет, я блогер с канала Анизора. Там могучий анимешник, все дела. Слушай, ты знаешь, куда ты пришел? Да, конечно, знаю. Я очень давно смотрю контент Виктора Блуда, когда он еще очень давний видос снимал. Это 5 лет назад. Так что, да, знаю. Как думаешь, что тебя сегодня ожидает? Я думаю, мясо. Мясо? Причем, да, жесткое. Расскажи, чем занимаешься, чем знаменит? Я изначально был знаменит тем, что аниме-контент снимал, и по Наруто-блоге, что я вообще в СНГ самый популярный канал был. Потом и спортивная тематика как-то совместилась, и я начал продвигать спорт в массы. Из-за этого стал более популярным, так сказать, и лицо начал светить, вот. Доброго здравия, прежде всего. Здравия. Благодарю, что посетили, так сказать. Я немножко подслушивал, о чем вы говорили с Виталиком, и вы представились по имени... Халид или Анизора. Халид или... Анизора. Или Анизора. Ну, Халид это мое имя. Настоящее? Да. Я понял. На самом деле, я уже сказал, что я не сильно знаком с творчеством данного человека, вот, поэтому мы будем сейчас по ходу пьесы знакомиться и задавать определенные вопросы. Анизора это какое-то аниме... Ани это приставка аниме, Зора это любимый персонаж из аниме. Вот так совместилось, короче, легко и просто. Я знаю Зора только, который вот этот, типа... Мень... О, тоже мечник. Сейчас меня воткнут, да? Зетку, который вот так вот рисовал. Ты его тренировку выполнял, ты тренировку Зор выполнял. Там, где со штангой отжимания вверх ногами. А, серьезно? Это тот мужик зеленого волоса. Все, сюда можно сделать ссылочку, прикольно. Значит, я примерно понимаю, о ком идет речь. Почему именно он? Кстати, я не знаю, как это сказать. Он с чем-то, с чеченцами положишь по характеру, такой мужественный, серьезный, добрый при этом, доблестный. Единственное, он атеист, это никак не совмещается. А так, он самурай. Но самурай же тоже, как Кавказ, с чем-то схожи. Мне так кажется почему-то. Мне как персонажем понравился. Прикольно, интересно. На самом деле, я хотел этот, наверное, вопрос задать чуточку... Я его чуточку позже и задам, потому что он, наверное, из категории таких более пикантных. А нам нужно, как бы, больше познакомиться. Получается, что вы занимаетесь обзором или... Да, обзор, разбор. Обзор, разбор, аниме, видео этих самых. И все это еще вместе со спортом. Теперь, да, со спортом. Теперь это не так давно началось? Три месяца назад только. Я за три месяца 400 с лишним тысяч подписчиков набрал. Чисто из-за того, что лицо засветил и начал вызовы бросать другим блогерам. Что-то я... Подождите, 400 тысяч? Это за три месяца? Ну, это рилсы шорцы, да? Шорцы, да, чисто на шорце. Там они жестко стреляли. Это не честно. Это имба. Не, на самом деле не то, что имба, но это немножко такая, да, разная движуха. Получается, все, я понял. Каким спортом вы занимаетесь? На данный момент я просто спортом занимаюсь. С каким... Короче, иду в зал и просто в удовольствии себе тренируюсь, чтобы поддерживать форму и развивать именно ту часть, которая мне нравится. Ну, допустим, либо армрестлинг, либо подтягивание с весом. Короче, по кайфу, как делать. По кайфу, окей. Я думаю, все спортсмены по итогу к этому приходят, что просто идут в зал и тренят. Ну, что там, по ощущениям. Если они не профессиональны, то скорее всего так, да. Так, ну что, мы комбинируем наше, это самое, наше легкое интервью с этими самыми испытаниями. И первое испытание, которое мы обычно делаем, это динамометрия, то есть это сила сжатия. Еще когда я видео смотрел, очень интересно было попробовать это. Он прям вообще, то есть, ну... Это новенький, да? Да, тут все четко, то есть, прям, ну... Просто сжать. Да, просто сжать, собственно. Одна попытка? Три. Три попытки, то есть, любую эту самую, любой рукой. Есть подсказки какие-то? Есть подсказки обязательно делать стоя, потому что сидя, и я бы, наверное, рекомендовал немножечко, потому что там, типа, размяться. Так, чуть-чуть. Ну, собственно, объясняю, это две недвижимые ручки, то есть мы берем, то есть можно давить вниз, можно в сторону, можно вверх. Самое главное, чтобы рука, которая сжимает, она не касалась частей тела, да, и, допустим, полу, там, каких-то недвижимых объектов. То есть, ну, вниз можно, в пол нельзя, то есть, ну, все просто. Соответственно, три попытки, руки можно менять, вот, отдых между руками, там, на свое усмотрение. Я еще попеременно буду что-нибудь спрашивать между. Пожалуйста. Приветствую, почитателей моего творчества, в особенности людей, которые занимаются в моей онлайн-школе атлетизма. Не так давно у меня вышел свеженький курс, посвященный тренировкам со своим весом, со своим телом, под названием «Зверошак». Более детально вы можете узнать о нем, если проследуете в моем уютненький контакт и посмотрите видео с выражительной Марией. Приятного просмотра. Напоминаю вам то, что вы могли упустить, что у меня есть своя авторская коллекция ювелирных украшений, которая пропитана эстетикой, атмосферой нашей движухи. Сейчас она уже присутствует на всех популярных маркетплейсах. Это Озон, Валберес и Яндекс.Маркет. А к 8 марта скидки на них будут достигать до 70%. Это отличная возможность подарить что-нибудь красивое своей половинке и себе что-нибудь заодно зацепить. Я знаю, что очень многие котируют маркетплейсы, так как у них огромное количество точек выдачи рядом с домами. Поэтому проходите по ссылочкам в описании, выбирайте удобную для вас площадку, заказывайте, радуйте себя и близких. Это какой результат? Это неплохой результат. На самом деле, результаты, которые приближены к весу своего тела, они неплохие. То есть все, что выше, оно уже считается такое. Это обычно люди какие-то профессиональные, то есть там скалолазы, которые вот прямо, ну либо какие-то генетические уникумы. На первом месте у нас, конечно, Кирилл Игоревич Сарычев. Максим. Макс, тоже, кстати, неплохо он выжил, по-моему, что-то килограмм под 90 где-то, хороший результат показал. Давайте тогда узнаем какие-нибудь лучшие ваши результаты, возможно, какие-то личные рекорды, которые вы... Я говорил и на видео, и, кстати, в Ингушетии могут подтвердить, я взял мастер спорта международного класса по стритлифтингу. Я в тот момент... Подтягивание с весом, я бы это самое объясняю, и отжимание на брусьях с весом. Я именно подтягиваю на перекладине вот этот норматив. Я 73 килограмм весил и с весом 85 килограмм подтянулся полностью. Вот в строгой технике? Да, да, да. Ну, судейством четко. Но прикол был в том, что в тот момент только КМС выдавали и не могли мне выдавить. Потому что соревнования этого уровня. И так получилось, что я только КМС взял. Но КМС у меня есть дома вот этот паспорт или типа того, где написано все это. Но результат там написан 85 килограмм. Короче, 85 килограмм в очень строгой соревновательной технике. То есть, если, допустим, немножко убавить строгости и сделать, ну, как вот обычно люди тренируются, я думаю, ну, это где-то 90-100 килограмм, да. 100 килограмм как армрестлер, вот с такой амплитудой я делал в два раза где-то. Круто, круто. А можно попросить по энтропиометрии? Сколько весишь, рост? На данном моменте 84 килограмм, метр 79 примерно вот так. Я чисто мизоморф, когда я смотрел по этим данным, там везде, ну, необычные там просто замеры делают, а где эти анализы сдают. Ну, нет, это очень порядочный, на самом деле, вес в подтягиваниях. Что по брусьям? Я, кстати, никогда не делаю брусья. То есть, физика есть, но я не делаю их. Из-за плеч, что ли, мне не нравится это движение. Я знаю, думаю, там привыкнуть нужно к ним. То есть, стрит лифтинг, можно и отдельно выступать в дисциплине, то есть, там нету такого, что это должно быть два упражнения. Вот знаешь, в чем прикол? Я вообще не знал, что такое стрит лифтинг. На штане, когда я кроссфитом занимался, я просто он в одной тренировке сам начал это делать, и когда мы смотрели, я такой, он до 50 дошел и дальше не смог сделать. Я такой, 60 потягиваю, 70 потягиваюсь, 75 тогда еще потянулся. Я такой, ничего себе, он такой, тебе надо на соревнование. И так, пошел на соревнование, и я не тренировал это вообще. Чисто генетически, а поводу, спина мощная. Прикольно, не тренировал. Связки и спина поводу, там, по-моему, влияют, да? Да, с большим весом потягивания. Ну, спина 100%, связки, да. Вот, спина у них генетически хорошая. Прикольно, прикольно. Может, еще есть какие-то результаты прикольные, интересные? Становая тяга, когда 72 весила, я 200 с лишним чуть поднимал, это тоже бы мастер спорта был на тот момент. И на бицепсе я поднимал около мастер спорта, сейчас точно не скажу. Чтобы подтвердить их, куда-то пойти, я этого не делал. Это стройки подъемы устины, да? Да, да, да. Сколько килограмм примерно? На тот момент это 60 килограмм было, когда я не помню, сколько весил, 7, 6, 7, 7 примерно, короче, я сговорю. Здорово, очень крутые, мощные физические результаты, очень интересно про подтягивания. Вот, захотелось потренироваться, пойти что-то, подтягиваться немножечко, спинку. Вы сказали, что вы привыкший человек к публике, к камерам и прочему. Я выступаю с этим ведущим всегда в школе, был отличником, был круглым в школе тогда, из-за этого тебя же везде пихают там, и на соревнования какие-то там. И спортивные соревнования тоже, кстати, везде, куда мог, участвовал, и в школе, и в универе. Короче, у нас сегодня в гостях сын маминой подруги, если вы еще не поняли. У меня никнейм, так, кстати, в WhatsApp'е написано. Ну все. Ну что, готовы вторую? Кстати, еще прикольчик такой, из-за того, что у меня ни конизора, некоторые чеченцы думают, что меня зовут Анзор. Это же чеченское имя, да? Да, да, есть такое. Чуть больше подвиг? Лучше. Да, 84. Макс, держись. Я тебя ставлю с этим прилидетом. Так. Очень-очень-очень хочет он с вами с этой самой зарубиться. Я обратил внимание, что вы начали заниматься армрестлингом давно или не очень давно? Профессионально вообще не начали заниматься. Чисто с друзьями иногда борюсь. Мне прикольно именно проверить, насколько я смогу поднять такой вес или вот так. Но лучше, но лучше. Мне хочется начать. Я вот, наверное, уокинг-босса поспрашиваю, как лучше, что делать. Я хочу какие-то соревнования выиграть все-таки, наверное. Я думаю... Интересно, чисто. Азарт. Завтра у вас будет прекрасная возможность вдохновиться этим видом спорта, потому что здесь... Да я морально уже выиграл. Удачи. Удачи. Завтра у нас день борьбы, в НЕВА-33. Большое количество народа всяческого, то есть от профессионалов до скорлупы, то есть вообще людей без опыта. И как раз таки мы там тоже немножечко смущены это самое за руки. Постоим, поддержимся. Три лайка, и мы боремся. Третья попытка, собственно, финальная. Желаю вам удачи. По-моему, я неправильно схватился. Да, неправильно. Ну, ладно. Ну, мы регистрируем вторую попытку. Я не помню точно, сколько она была. 84 с какими-то копеечками. В принципе... Свой вес на данный момент я выжил. Да, это хороший результат, учитывая, что как бы, ну... Хвата не тренирует. Не тренирует? Ну, в принципе, для того, чтобы подтягиваться с большим весом, на самом деле... Ну, все равно нужно определенным уровнем хвата обладать. То есть, ну, поэтому... 85 просто так же. Это total сколько получается? 170. И я расстановлю тягу тоже без лямок. 120 килограмм поднимал. Расхватали прямой тригу? Вот так. Но это не так считается, да? Ну... У меня вот так, я вот так. Не-не, я имел в виду вот разнохват именно вот. Да. Можно еще просто прямую... Так легче, по-моему. Да, так она меньше выскользует, потому что она, ну, получается, что фиксируется. Так, ну шо, меняем локацию. Мы перешли, на самом деле, в уголок армрестлинга. То есть, это то, где обычно окучиваются пацаны, борются здесь и проводят группы. Вот, потому что у нас сейчас будет это легкое рукоблудие, но сначала мы тоже немножечко побеседуем. Вы сказали, что смотрели некоторые мои видео, то есть... Много видео смотрел. Понимаете, че, какая деятельность? Соответственно, вопрос, занимались ли вы когда-нибудь изометрией. Я даже не знаю, что это. Это вот, когда вот люди гнут железо. А, нет. Нет? Я даже иногда этикетку с трудом вырываю из-за того, что болевые порогнинские. Серьезно? Или высокие, как это называется? А я тоже путаю постоянно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы мы не путались, потому что... Ну, мне больно, легко становится, короче. Блин, мне очень интересно перейти к пятому заданию уже. А, вот с этими сквозь дзям или как? Ага, вот оно прям вообще. Не гнули. Соответственно, как вообще в Чечне относятся к таким этим самым? Я не вижу, чтобы там таким занимались, но у нас вообще за любой спорт бывает обычно. Что интересно, то и делают. Главное, именно, чтобы в форме был человек. Но больше, по-моему, у нас единый бортс, там, развитые. Там, бодиба, сейчас джиу-джитсу, грэпплинг, еще ММА, там все почти рукопашный бой занимаются. Каждый второй спортсмен, хотя даже каждый полторашний спортсмен там уже. Это круто, на самом деле, когда такой культ спорта. Так, ну что, давайте попробуем, значит. Это человек, который первый восхвалял культ и эстетику тела. На соревнованиях Мистер Олимпия выдают победителю его статуэтку. То есть вот такая вот есть. А, вот эта статуэтка? Да, да, это Евгений Сандов. В общем, рассказываю. Гвоздь 200 миллиметров. Задача какая? Обмотаю, ну, я обматываю, потому что миссия этим не занимается. Короче, задача за наименьшее время сделать... Сломать. Да, сделать две половинки. Две части. Вы когда-нибудь занимались этим? Просто есть люди, которые целенаправленно, перед тем, как, допустим, когда они уже знают, что они сюда придут. Да у меня гостья нет таких, чтобы ломать пойти. Это, скорее, интереснее попробовать прямо на месте, если так и говорить. Тоже верно. Это такая проверочка. То есть часто очень говорят, что тут у вас, типа, это самое. Одни разговоры и так далее, мало испытаний. На самом деле, проверка на блуд, это, по сути, есть формат интервью. И параллельно мы делаем какие-то задания, которые ставят гостя в нетипичные положения, в которых он не был. То есть, допустим, вот там динамометрия, то есть погнуть, когда он не гнул. Острое съесть, когда он, как бы, может, и не любит этого. Итак, собственно, есть два варианта развития событий. Первый, это когда мы, допустим, его сгибаем и работаем как гармошкой. То есть, вот мы его согнули, ну да, разогнули. Согнули, разогнули. То есть, можно делать так. Это наиболее простой технический способ, но длительный, все верно. Есть более профессиональный, так скажем, это когда вы гвоздь проламываете, то есть... В обе стороны. Да, то есть, по полной плоскости металлическая решетка начинает разрушаться. И, собственно, вот в таком ключе... Когда ты это делаешь, это выглядит очень легко. Ну, профессия. Собственно, вот, он становится горяченьким. Можно даже обжечься, когда вы это на скорости делаете, если там случайно заденете. Такое может случиться. Мотаю лучше, чем себе специально. Прямо тугое, чтобы... Это хорошо, у меня руки маленькие. Серьезно? Да, кисти. Давайте глянем. Ну да, действительно. И по толщине, и по длиннее. Небольшая. На самом деле, если у вас маленькие руки, и вы комплексуете по этому поводу, я знаю, что есть такие мужчины, вы можете начать гнуть железо, и они у вас приобретут вот такую вот валенковую стаку. Да, я наоборот считаю, что у меня аккуратная рука. Хирургическая. Да, почему нет? Ну и также традиционно, как и на всех крайних моих видосах, партнером данного видео является бренд спортивного питания, отечественного производства Big SMT. Вот, можете обратить внимание, вот такой вот у меня тут складик про запас БЦАшки, протеины, всевозможных вкусов интересных. Вон, мармеладные медведи мой любимый. А вот это то, что я употребляю в данный момент. На что рекомендую обратить внимание. Вот такой вот замечательный комплекс витаминов D3. Учитывая, что мы находимся в городе над Вольной Невой, солнце здесь бывает не так, чтобы часто. А витамин D для того, чтобы хорошо себя чувствовать, здраво существовать, очень нужен. У бренда спортивного питания Big SMT он есть. Вот в таких вот баночках, а там, соответственно, в капсулах. Уже на Валберес. Проходите по ссылочке, приобретайте. Будьте красивыми и сильными. Три, два, один, погнали. Удачи. Не так легко, как казалось. Я могу вообще? Да, да, да. Вы можете упирать его в любую часть дела. Во что угодно. Только не в твердой поверхности пола или там еще чего-либо. Я обожаю смотреть, как люди, которые не умеют гнуть, начинают гнуть. То есть это всегда очень для меня такой захватный процесс, потому что мне нравится смотреть, как они начинают находить там какие-то удобные, выгодные положения. То есть там как-то понимать, как его нужно захватить. Сами я до этого доходил. Это прикольно. На самом деле здесь огромное количество всяческих техник присутствует. То есть как это сделать быстро, как это сделать правильно, но видите, Анидоро сам сказал еще, что ему самому интересно попробовать это без подготовки. Писти и предплечья очень хорошо работают. Да, да, да. Писти, предплечья, пальцы. Ну, как я понял, это не то, что очень сильно помогает вармрестлинге. Что-то, конечно, дает, но так. Занимались ли вы единоборствами какими-то? Что будет прям долго? Нет. Нет, но я с друзьями часто спаррингуюсь, когда они, допустим, те же, кто грейплингом занимаются, либо боксом. Конечно, по лицу мы не бьем. Я не люблю это, потому что, во-первых, из-за религии нельзя, во-вторых, я не хочу по лицу получить. А так? Я очень понимаю, на самом деле, я не люблю ни бить, ни получать по лицу, очень отвратительно. Но джи-джитсу даже по нашей лиге, это очень прикольный вид спорта, где ты умом действуешь и против, силу противника против него направляешь. Короче, это умный и хороший спорт. Прикольно. Я занимался немножечко, примерно понимая, о чем идет речь, прикольный вид спорта. Круто, что он у вас тоже набирает обороты, развивается. Вы сказали, что вы занимались этим с друзьями, то есть я правильно понял, что даже если не ходишь на какую-то секцию, тебе все равно придется бороться и драться с друзьями. Но если тебе интересно. А есть кто вот прям вообще, типа, противники спорта? Редко, редко бывает. Противников нет, просто им неинтересно бывает спортом заниматься. Но это я вот честно редко встречал. Хоть в возрасте 25 лет все равно к спорту приходят люди. Ну, это же из-за общества еще зависит, когда все вокруг спортивные такие, ты же не хочешь так сильно выделяться, тоже хочется же, азарт какой-то появляется, тоже хочется быть сильным. Да, соперничество. Да, вот соперничество. Еще этот чеченский дух или как это называть, в целом то, что любят соревноваться во всем. Спортивный интерес. У нас в крови это, наверное. Прикольно, прикольно. Капец. Нас-то встряли? Куда я попал? На что я ж мякал там? Он еще поворачивается с собой? Да, он выскальзывает. Для того, чтобы он не проскальзывал, его нужно супер крепко держать. Вот с этим погоду я изначально. Так, ошибся. Сейчас, пацан, Акимбосс, не переживай, сейчас я ему это предплечье нормально. Закачаю? Да, 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 забью все. Но кто-то быстро кто-то у меня его там сгибал. Метан тренил, сто процентов. Он готовился. Он даже чуть ли не со своими пацами пришел. То есть, он такой, типа, я мякал. Прошло 2.27. Да. А видно, как будто вообще он не ломается. Но его нужно порядочное количество раз про это самое. Угу. Прогнуть. Мне кажется, Миссия Анизора после этого будет иногда что-нибудь подсгибовывать теперь. Позвоночник, например. Тоже почему бы и нет? Хейтеров. Про хейтеров тоже нас спросили. Опасно. Опасно. Не забывайте о том, что... Надо покрепче держать. Гвоздь он все-таки острый. Гвоздь он на то и гвоздь, чтобы его забивать. Я могу, на самом деле, даже продемонстрировать, что я как-то в свое время, ну, не таким гвоздем, чуть больше он был, рассекся довольно серьезно. Поэтому всегда помните о том, что когда вы с гвоздями работаете, работаете с опасным предметом. Три с половиной минуты миновало. Какие половины моей жизни? Могу под это самое вас немножечко подбодрить. Наш антирекорд, по-моему, это 40 с чем-то минут, если я не ошибаюсь. О, я тогда пойду домой. Или даже больше, то есть. Так, нормально. Фух. Да, я же взор, для меня острый предмет, это привычная вещь. Так, лапшу только не валите, пожалуйста. Поздно. То есть, я как понял, 50. А, да, аж больше процентов все с острым связано, да, на проверке на бут? Ну да, у нас она такая пикантная. Опа. Ничего себе. Неожиданно, да? Я выиграл его. Серьезно? А вы за сколько его? Я минуту. 4-4. Да, он тоже примерно так же сделал. Он как-то резко. Пах. Да. У меня, по-моему, ноги уже не... Видели, как обрадовался, когда это самое? На самом деле... Это искренние эмоции были вообще. Каждый раз, когда гвоздь... Я просто, когда соперник есть, соперничество, это легче все делать. Вы это самое сами, да, Тома? Да, спасибо. Бодрите себя. Собственно, вот. Двигаем дальше. Получается, блок острова и, соответственно, острых вопросов. На самом деле, острота вопросов, она такая у меня будет. Я не знаю, посредственная в том плане, что я не все знаю о биографии данного человека. Поэтому первый, наверное, вопрос, который меня волнует больше всего. У нас долгое время и даже сейчас еще есть такие моменты, что аниме подается некоторым гонениям. То есть, не все разделяют там, допустим. Я даже у себя частенько видел комментарии о том, что люди там говорят, нахер это вообще смотреть, кому это интересно, что это такое вообще. И как вообще мужики могут смотреть мультики для детей или что-то в этом духе. Китайские мультики. Ну, типа того, да. И вы находитесь в Чечне. И мне кажется, там вообще довольно все гипертрофировано, довольно брутально. То есть, там все довольно строго, сурово. А как у вас к этому относятся? Давайте с вами начнем. Я бы изначально сказал, что нужно различать анимешников, которые там неформально так воспринимают люди. И тех, кому просто нравится аниме. Я, допустим, хоть и смотрел там штук 50 аниме где-то, но я фильмов намного больше смотрел. Или, допустим, читал что-то, комикс там, все дела. Я просто смотрю все, что угодно, что хорошее аниме. И зачастую там даже получше фильмов именно хорошие моменты там передаются. И мотивации, и то дружба там хорошо показывается. Не обязательно смотреть именно самые эти плохие аниме, которые там, как сказать, стереотипные. Ну, те, которые либо дети смотрят, либо, так сказать, извращенцы-японцы, которые сами создали. Нужно нормальное смотреть, что угодно. Если это нормальное, то почему бы и нет? Если это в анимации показано, и из-за этого не смотреть, то это дело каждого. Но называть кого-то плохими словами из-за того, что он смотрит какое-то произведение, причем нормальное, это, как по мне, не совсем правильно так. Но вы сталкивались с этим? В Чечне довольно много людей смотрят аниме. Но это люди, которые не анимешники, они просто смотрят. То есть, как фильм смотрят, как что-то другое смотрят. И они в основном смотрели именно такие Наруто, там One Punch Man, такие самые именитые аниме, которые нормальные. И там, по-моему, суть в том, что ты сам нормальным человеком был. Смотри, что хочешь, если это нормальное, но главное, веди себя порядочно. Как в Чечне скажу, то есть, не нарушай менталитет, там не показывай себя с плохой стороны, там все нормально должно быть, короче, как сказать. Думаю, суть вы уловили, о чем я. Ну вот, что, пацаны, аниме получается? Да, что, пацаны, аниме. Вы видели этот ролик? Да, конечно. Так, с этим понятно. Получается, вы мусульманин? Да. Аль-хам-ди, да. И нету такого, что мусульманин не должен смотреть аниме, то есть, это, в принципе, все... Есть, как сказать, есть. Опа. Это сложная тема, я не обладаю достаточными знаниями, чтобы прям четко ответить. Но, как я знаю, в нашей религии все, что мешает тебе исповедовать религию на правильном пути, все это харам. Допустим, та же музыка. Я знаю, что это харам, это... Я постараюсь прийти к тому, что я не буду ее слушать, но музыка, аниме, даже фильмы те же смотреть. Если ты зря тратишь время, не на пользу какую-то там, не изучая что-то или так далее, это считается харамом. Насколько я знаю, то есть, зря тратить время. То есть, это, получается, праздное время, которое... В моем понимании, насколько я обладаю информацией, все, что, ну, где-то зря тратишь время, когда ты мог там исповедовать, изучать религию, развиваться в этом плане. И в нашей религии даже сказано, чтобы изучать вообще в целом ремесло, все, что угодно, то, что развивает тебя в хорошую сторону. Это надо изучать, ну, желательно. Так, ну что, давайте перекусим, наверное. Вы сказали, что вы любите покушать. Да, я острое люблю, но мне что-то не нравится. Завтра в 12 с Максом борешься, ты выжим, пожалуйста. Ссылочка в описании, вы там посмотрите. Также хотелось внести небольшую ремарку. Мы на этом моменте, на этом моменте мы обычно желаем определенного аппетита, но человек глубоко религиозный попросил этого не делать, поэтому мы идем на встречу нашим гостям. Вот, и как бы приятненько вам. Спасибо. Вы сказали, что острое вы любите, да? Да, запах обычный. Я просто не знаю, что для вас острое и что для меня острое. Три, два, один, в добрый путь. На самом деле она довольно вкусная. Кстати, есть еще категория людей, которые начинают икать, когда едят острое. У меня сейчас это... Это очень, ну, всегда очень прикольно. Я не знаю, почему у меня нету икота от острого, но мне просто горит. Мистер Анизор обаятельно поикивает. Но мужественно терпит. Главное, не вырвать это. Ну, ничего страшного. Мистер Анизору пришел друг, который хотел доесть за ним, но, походу, он не... Ну, видимо, да, видимо, вы сегодня не покушаете. Очень, очень быстро, очень это самое так, ну, прилично, потому что вы, если любите данный формат видео, видели, как дацик ел его рукой. Я слишком сытый еще был, кстати, до этого, у нас же чеченское гостеприимство, у меня тут друзья приняли. Поэтому у меня из-за этого икота была, по-моему. Не, из-за острого вообще. У вас острое вызывает. Но вы, мне кажется, спокойненько спрятаетесь, правильно. Ну, я люблю его ставить в целом. Нормально, да? Да. Видите, да, когда у вас есть определенный опыт в поедании острого, то вы, ну, по-другому его относитесь. Считаете ли вы, что, допустим, аниме может, допустим, развивать в хорошую сторону? Я, например, стал... Я сталкивался с тем, что многие ребята говорят, что там кто-то начал после аниме заниматься спортом, или кто-то там... Очень много таких. ...ловил там какую-то мотивацию, или еще что-то, то есть я, ну, много такого знаю. Это же считается, что, ну, наоборот, благо. В этом плане, да, это благо. Поэтому, я говорю, я достаточными знаниями не обладаю, но, например, во многих аниме там многобожество, или вообще атеизм полностью такое... И такое лучше не смотреть, ибо у некоторых, на некоторых же легко повлиять, на них влияние какое-то может пойти из-за этого. То есть они как-то по-другому на религию будут смотреть. Ну, я, по крайней мере, это так понимаю. То есть лучше лишний раз, если ты, как сказать, слишком наивный, как-то на тебя легко повлиять, лишний раз не делать этого. Но это уже смотря какой человек. В любом случае, как я сказал, я достаточными знаниями, к сожалению, не обладаю. Но я знаю, что зря тратить время, это харам. А музыку почему нельзя? Это вроде звуки дьявола у нас, так говорятся. Заметили, музыка влияет на сердцебиение, когда настроение поднимает. Все это такое влияние по поводу тоже это плохое. Когда музыка... Вот тут тоже я не могу четко ответить, но я знаю, что это харам, потому что это влияет на тебя, музыка. Ну, сто процентов. На твое состояние меняет. А есть там, не знаю, может, специальная музыка? Есть инструмент, либо инструмент, либо я не помню что, но те звуки, которые разрешены в нашей религии. И вообще просто голос слушать тоже можно. Там именно мелодия же, и даже в аниме этих, и в фильмах, она же такую атмосферу нагоняет. Либо тебе страшно, либо тебе грустно. Вот так, короче, все это идет. Поэтому нельзя, по-моему. А так специальные инструменты тоже есть. Есть же, например, поэтому говорят, что Нашид его, типа, не поют, а читают или говорят. Там, и Азан его тоже. Это название инструмента, да? Нет. Нашид это... Нашид Азан. Нашид это, где религию воспевают, там, Аллаха воспевают, на всего чтения. И такие моменты. Азан это, когда к молитве вызовут Аллаху, Акбар, Аллаху, Акбар там. Слышали же, наверное? Да, конечно. В мечети, типа. Да, да, да. Вот это Азан. Голос слушать, получается, можно, можно слушать и капеллу, получается. То есть, когда поют... Я не знаю, короче, как читать. Я буду докапываться, короче. Нет, мне на самом деле очень интересно. Я очень люблю узнавать... Я не являюсь верующим человеком, но я люблю послушать и поузнавать, то есть, вот, религиозные какие-то моменты, потому что это, на мой взгляд, довольно интересно и познавательно. Так, ну, мы разобрались по поводу аниме. Следующий вопрос у нас тоже по поводу аниме. Существует такое, не то что мнение, но я слышал, что вы самый сильный анимешник. Ну, по крайней мере, это прозвали. Это, наверное, не по факту самый сильный анимешник, просто один из сильнейших. Наверное, популярный сильный анимешник, так скажем. Многие пишут, что там есть Израиль Адасани, это боец, который видели, наверное, чернокожа. Очень сильный, мощный боец, он тоже смотрит аниме, там еще штуки такие, там, как там делает. Видимо, он точно сильнее пишут, там. Зачем зря сравнивать, это же просто прозвище, которое дали. Ну, вы можете назвать себя анимешником, то есть, или как вас немножко... В моем правильном понимании могу, но в том понимании, которое воспринимают многие люди, в плохом понимании, так я бы не называл себя анимешником, потому что помимо аниме я многое другое смотрю. Я как культ него служу в аниме. Просто мне нравятся годные продукты, так сказать. Понятно, интереснее там. Не нужно обладать огромной дедукцией, чтобы понять, что вы довольно сильно верующий человек. Я очень на это надеюсь и рассчитываю. Ну, как бы у меня такое определенное впечатление сложилось. Соответственно, вопрос о вредных привычках харами. То есть, есть ли у вас какие-то вредные привычки, там, типа, курение, алкоголь, как вообще, в принципе. На данный момент, альхамдулиля, нет, единственное, я жру все подряд, именно нормальное там, то, что я же в Чечне жгу, там все халяль. И вот единственная плохая моя привычка, что я слишком много ем. Кстати, в нашей лиге тоже есть такое понятие, что ифсар, или типа того, когда ты переедаешь. Ну, в присяге есть, как в чреву воде. Ты должен стать так, чтобы небольшой привкус голода, чтобы у тебя было. То есть, вы заметили, наверное, когда ты слишком переедаешь, то костну уклонить, ничего делать не хочется. Когда небольшой привкус голода есть, то и энергичен ты, и то что ты делать можешь. Наверное, из-за этого тоже это. Опять же, влияние на организм в плохую сторону происходит. И плюс, когда твои братья, мусульмане, либо любой другой человек, когда они голодают, а ты переедаешь, как-то это неправильно. Видали, какая интересная гремучая смесь получается? То есть, человек, получается, верующий, чеченец смотрит аниме и не имеет вредных привычек. Видали, какое разнообразие бывает вообще в, собственно, кадрах? Нежнее, чем всего. Я, кстати, люблю это чудо. Естественно, сладенький, вкусненький. Так, ну шо, мы немножко оставим нашего гостя, чтобы он это... Отошел? Ну, отошел, да, видите. Легко испарина появилась. Даже на гвозде так не потел. Ешь потей, работай, мерзни. Вот, сейчас он немножечко почилит, и мы перейдем к азартным играм. Зачем ты меня попросил здесь взять чёточки? Так это же у нас специальная рубрика. Специальная рубрика, карты, деньги, чётки, и всё, собственно, в этом духе. Наверное, нет смысла спрашивать, как вы относитесь к азартным играм, потому что... Отрицательно. Отрицательно? Да. Ну, в плане, если же на деньги там, типа того, там ставки, все дела, что-то такое. Но являетесь ли вы при этом азартным человеком? В спортивном плане, да. То есть, я всегда хочу быть на моем один рубрики. Неплохо. За который сам беру из камеры, конечно. Рекламирую ли ли вы ставки? Нет, не буду. Вот, можете чекать, там, скринить, или она никогда не будет. Так, ну, сейчас у нас будет прекрасная возможность побороться с азартными играми. О, я вспомнил острый вопрос, я думаю, он тоже относится к такому, не к чему-то азартному. Ну, как к вам такой блогер, как Асхаптамай? Наш чеченский блогер, я положительно к нему отношусь, потому что мой земляк, во-первых, и брат поверя. Вот так, ничего больше не буду, я и в жизни с ним знаком, в одном зале тренируемся последние, по крайней мере. Итак, в чем вопрос? Просто интересно, потому что он, ну, как бы, пропагандирует довольно азартные такие вещи, и мне было интересно, как бы. Он вроде говорил, что больше не будет такое делать, там, из-за съемок, не съемок, так, что прям каждый ролик вы смотрите, я так не слежу. Бывает такое, что вы, как бы, допустим, порицаете, там, то, что вот. Я, кто бы это ни был, порицаю, когда азартный игр рекламируют, кто бы это ни был, это понятное дело. Но он и сам это, скорее всего, понимает. Сам не дурак в этом плане, он понимает это. Я бы просто спросил, потому что вы земляки, интересно, как вот это вот отношение. Ну, вот бывают же разные отношения к чему-то. Да, да, 100%. 100%. Прикольно. Так, смотрите, здесь у нас игральные карты в количестве 54 штук. Вы можете взять любое количество карт и попробовать разорвать. Задача какая? Считаются только те карты, которые остались в руках, то есть, которые высыпались, они являются неразорванными. Дам небольшую подсказочку, для того, чтобы разорвать колоду карт сил, нужно не так уж и много. То есть, безусловно, важна техника и важно бумаге показать, где ей нужно рваться. То есть, можно очень много сюда направлять сил, но если они будут рассеянные, то смысла не будут. Они будут мяться, гнуться, но не будут рваться. То есть, вы должны направить вектор усилия в одно место, тогда они разорвутся. Ну что, сколько карт желаете? Кто-нибудь брал меньше, чем всякого, да? Были такие, да. Ну, девчоночки тоже брали, там, ну, говорили, что 54 штук. Ну, и попробуй все. Это у нас тоже такое же задание, которое идет на время. Да, поэтому тоже рекомендую делать это. Чтобы было удобно, также можно использовать упор, там, в другом, там, вообще, собственно, без проблем. Угощайтесь. Собственно, могу также посчитать. Да, может быть. Хорошо, сработали. Готовы? Да. 3, 2, 1, в добрый путь. Мне даже интересно, как это теперь будет. Ну, это увлекательная такая, приколюшечка. В принципе, вы... О, что-то слышу, что-то слышу. Там не все, там, по-моему. Ой-ой-ой. Да, кстати, они еще скользкие. Это можно просто? Да, но она не будет считаться. А, понял. То есть, у вас уже 53, там. В счет пойдут те, которые у вас, ну, как. Я как-то странно рул, кстати. Я как будто кромсаю. Ну, да. Что-то отлетает потихонечку. Ну, короче, буду кромсать тогда. Помните, да, что мы считаем те, которые у нас останутся в руках? Помните, да, что мы считаем те, которые у нас останутся в руках? Так, прикол в том, что они падают частями, у них целыми картами. Полторы минуты виновало. Странная штука. Потому что я рад, что вы испытываете новые эмоции. Я кромсаю их по нему, как берсерк. Классная анимация, кстати. Не смотрел. Не смотрел. Будем считать это, как кромсание карт. Ну, да, кромсание сердечко моего. Не, на самом деле прикольное, я вам даже завидую. То есть первый сезон прям круто посмотреть будет, мне кажется. А берсерк? Да. О, о. Что-то пошло вроде бы. Да, какое-то движение какие-то. Зачем вы? Ну, я все равно там кромсал. Ну, как я посчитаю, сколько вы порвали? Будет у них, я машину лечиться вкусил. Ну, блин. Не просто по рукам, у меня так много маленьких штучек было. Мы, короче, на этом монтаж... Это 3 минуты без малого. То есть 0,259,30. Ну, штук 10, я точно скинул. Ну, мы посчитаем на монтаже, там же без проблем. Это самый небольшой вопрос. Я думаю, только сейчас это не скидывает. На нахер он скидывает. Двигаем дальше. Теперь Возди? Да, теперь мой любимый, мой любимый, моя любимая чашула. Так, ну что, мы медленно, но верно пробираемся к концу нашего замечательного испытания. И следующий, последний, завершающий аккорд это про боль. То есть у нас уделено целое испытание этому. И стандартизированные вопросы, которые я задаю всегда и всем. Вы сказали, что у вас высокий или низкий болевой порог. Я тоже в этом не особо разбираюсь. Да, низкая боль. Короче, вы довольно ощутимы к боли. Скажите, какая боль для вас является, на ваше мнение, более сильная, душевная или физическая? 100% душевная. Душевная. Физическая можно как-то воздействовать на нее, но душевная никак не воздействуешь. Интересное мнение. Тогда, соответственно, вопрос, какая самая сильная физическая боль была в вашей жизни, которую вы... Три раза руку ломал, третий раз, когда сломал, кость вот такая была. Ну, боль ты мне ощущаешь из-за того, что там мозгу что-то там уделяется. Я когда потрогал руку, вот эта боль была реально жесткая. А что случилось вообще? Я заметил тот шрам. Я вот так прыгнул, и когда приземлялся, я с того момента, когда второй раз руку сломал, даже месяц не прошел, как я гипс снял, рука по-моему еще слабая была. Я прыгаю на батуте, так, вдалеку очень прыгнул. Правая рука, ничего не случилось ли, вот так сломалась. Это был открытый, да, перелом? Не, не открытый, но просто кость там не показали. А, то есть? Они тут, короче, порезали, сами кости правильно выставили. Вот тут спицу мне прям до сюда, с костью так ввели. Вместе я со спицей ходил, они убрали, и месяц с гипсом выделил. То есть два месяца. Лечился это, это было очень давно, я 10 назад, как минимум. Но вы не задумываясь, на самом деле, вспомнили, поэтому, ну... Более хорошее было. Знатное. У нас есть одна замечательная пословица, которая звучит следующим образом. Каждое движение должно причинять боль. Как вы относитесь к этой поговорке, как вы понимаете? Что можете сказать на этот счет? Согласны, не согласны? Я не совсем согласен. Не обязательно каждое движение должно причинять боль. Но ты должен испытать боль, чтобы в следующий раз не выжечься. Прикольно. Интересно. Такого у нас еще не было. Так, ну, объясняю. Собственно, девушки у нас стоят ногами, мужчины у нас стоят руками в упоре лежа. То есть задача какая? Мы начинаем отчет нашего времени в то время, когда полы касаются только конечности. То есть мы стоим в упоре лежа, да, в план. Соответственно, максимальное время, если я не ошибаюсь, было минут 5 с чем-то. Столяров? Нет, Столяров вроде простоял 2 минуты. И также были люди, которые стояли по одной секунде. Были люди, которые вообще не смогли встать в упор лежа, при том, что это были брутальные, самые крутые типа мужики Ютуба. Тот от болевой порог здесь? Да, да, да. И там был Макс Новоселов, которого стреляли и резали. Он говорит, да мне больно, а я не хочу это делать, короче. Вот, поэтому тут как бы каждый сам выбирает. Сколько стоит, сколько может, сколько хочет. То есть вполне возможно, что вы тоже откажетесь, вам не особо зайдет. Вот, в принципе, что, как у нас выглядит? Мы берем ладони. Могу дать небольшую рекомендацию. То есть распределяйте свои пальцы, чтобы они там не свисали, то есть никуда нет, потому что так вы сделаете себе хуже. Поэтому максимальную площадь постарайтесь задействовать ладони. Это немножечко облегчит задание. Мы берем. И в этом положении мы остаемся и стоим сколько хотим, сколько можем, то есть сколько считаем нужным. Вы прям сразу ощущаете, как я понял. Вы сейчас сами поймете, я как бы не буду это самое спойлерить. Самая сильная душевная боль? Вроде у меня все хорошо где-то, чтобы прям такую боль назвать, я не могу какую-то душевную. А как вы сравнились с тем, что душевная боль? Я в психологии разбираюсь, изучал это, мне нравится психология человека. Будем надеяться, что и дальше у вас все будет хорошо без душевной боли. Я тоже. Так, ну что, возможно, даже с первой попытки не получится. Вы распределите там ширину, как вам удобно, все. Зря вы столько это самое позвали. Теперь неудобно будет. Да нет. Я уже чувствую, что очень больно. Ну, встал даже без всяких этих самых, то есть я видел много ребят, которые там педалировали, то есть пытались, настраивались, то есть не вставали и прыгали там по несколько раз. Нормально, спокойненько встал. Может, и не такой, и низкий гулевой порог. Мне очень больно. Ну да. Я терплю просто. Конечно, больно, это же гвозди. Гвозди и ладони. Тем более, ну, на ногах проще стоять. То есть там меньше нервных окончаний, чем в руках. Уже руки немеют, по-моему. Возможно. Ощущения очень необычные, на самом деле, когда ты там... Оп. Прикольно. Я думал, вообще не простою. Вы так резко, ну, хорошо стояли, так резко что-то закончили. Я думал, там, ну... У меня почти не пришли, по-моему, сквозь рук. Я просто терплю, я не показываю обычно боли через лицо. Я довольный с собой в плане, что столько простоял. Ну, это самое главное, что... А, теперь даже больно трогать. Сейчас будет еще потом чуть позже прикольное ощущение. В принципе, что, у меня осталась парочка стандартных вопросов, которые я всегда задаю на этом блоке. И я удаляюсь, и потом, как бы, уже миссия Незора что-то добавит от себя. У нас смотрит большое количество молодых ребят и немолодых ребят, то есть разноплановые аудитории, совершенно разных мастей и возрастов. Что бы вы пожелали им чисто от себя? Ну, во-первых, я всегда желаю, и поэтому продвигаю спорт молодежи, именно тот спорт, который вам нравится. Во-вторых, плохие привычки, лучше от них избавьтесь. Они вам ничего хорошего по итогу не дадут. И занимайтесь саморазвитием, то есть не только в физическом плане, но и в духовном плане. Прекрасное пожелание. Что бы вы сказали себе 10 лет назад? Вот вы, допустим, нынешний, встретились с собой 10-летний, допустим, давности. Если без приколов про то, что покупает там биткоин и все дела, я считаю, что каждый наш пройденный этап – это этап, который сформировал тебя. То есть если бы что-то произошло по-другому, я сейчас не таким был бы. То есть каждый шаг – он важен, так что я ничего не сказал бы. Про биткоин бы сказал. Да. Жадность. Хотя, да, это тоже получается как грех. Ну, в принципе, все. Я удаляюсь и благодарю гостя, который посетил меня. Спасибо вам большое. Спасибо, что позвали. Да, было приятно пообщаться, очень интересно. Я убегаю. Ну, как тебе вообще впечатление от проверки? Ну, прикольно. Я во многих вещах думал, что я похуже результат покажу. Оказывается, это чуть по-другому. Расставь в порядке сложности. В порядке сложности? Да. Наверное, вот это с картами самое сложное было из-за того, что я не понимал, как это сделать. Потом по сложности гвоздь, наверное. Потом лапша. Вот это, кстати, я думал, намного сложнее будет с гвоздями. Силомер. Ну, самое легкое было. Что не понравилось вообще? Да, в принципе, все понравилось. Прикольно было. Новые ощущения. Что пожелаешь подписчикам? Удачи, здоровья и благополучия во всем хорошем. Ну, и прощалочку в своем стиле. Всем удачи. Всем пока.